Всем привет, всем привет! Меня зовут Алена Клименко и сегодня мы разберем с вами новый тип задачи по генетике, который с огромнейшей вероятностью будет у вас на ЕГЭ 2023. Эксперты уже месяц как поговаривают, что в этом году вас в 29-й задаче попросят определить расстояние между генами. Ну, я этому была очень рада, потому что на курсе мы это делали много раз, и мои ученики умеют это делать здорово. И тут вчера как раз-таки сливают вот такую задачу. Ну, это типа слив, даже не знаю, как это стоит назвать, но можно быть уверенным, что такая задача в одном из вариантов появится. Итак, давайте попробуем ее решить, чтобы никакие нюансы и подвохи, которые здесь есть, вы на экзамене не упустили. Итак, у фасоли красный венчик, это А большое, значит, А большое, красный венчик, белый венчик, это А малое, А малое белое, опушеный стебель, доминантный признак, Б большое, Б малое, Б малое, не опушеный, и, о боже, здесь появляется третий признак, С, С это усики, С малое, это без усиков. Однако, не пугайтесь, это не тригибридное скрещивание, потому что в первом скрещивании вы рассматриваете ген А и ген Б, то есть это обычное дигибридное скрещивание. Во втором скрещивании вы будете рассматривать ген А и ген С, то есть тоже обычное дигибридное скрещивание. Переходим к самим скрещиваниям. В первом скрещивании дигетерозиготное растение. Дигетерозиготное. Гетерозигота по первому признаку и гетерозигота по второму признаку. Фенотип у него красный и опушенный. Да, это важно, потому что может быть дигетерозигота по С. Опушение это Б. Б скрестили с белым не опушенным. Белый это А маленькая-маленькая, не опушенный Б маленькая-б маленькая. Белый не опушенный. Теперь нам нужно понять, какие писать гометы. Для этого нам нужно определить вообще тип наследования данных генов. Сцеплены они или это будет независимое наследование. Для этого мы посмотрим на потомков. Потомки здесь в соотношении 45-45-55. 45 и 45 это две многочисленные фенотипические группы, которые образуются в результате сцепления. А 5 и 5 это две малочисленные группы, которые образуются в результате кроссинговера. Вот если бы это было независимое наследование, их бы всех было поровну. Там было бы примерно один к одному, к одному, к одному. Но когда вы видите, что две прям большие группы и две маленькие, точно это было сцепление и кроссинговер. Теперь нам нужно понять, как сцеплены исходно гены. А большое-б большое или А большое-б маленькое? Потому что от этого будет зависеть, какие потомки будут в большинстве. Для этого мы посмотрим с вами на родительскую форму вот этого организма. У этого организма был родитель. И этот родитель имел такой вот генотип D-гомозигота-доминантная, то есть А-большая-большая-большая-большая. Этот родитель мог дать гомету только А-большое-большое. Значит, у этого организма сцеплено наследуется ген А-большое-большое и противоположное сочетание А-баленькое-баленькое. Это значит, что в одной хромосоме находится А-большая-большая, в другой гомологичной хромосоме находится А-баленькое-баленькое. Наследуются они сцеплено. И судя по тому, что появились малочисленные группы фенотипические, происходил кроссинговер. Значит, здесь у нас А-большое-балое, А-большое-большое. И здесь вариантов нет, только гомета А-баленькое-баленькое. В потомстве мы получаем А-большое-большое-баленькое-баленькое-баленькое. Вот эти два организма появились в результате сцепления, потому что эти две гометы получились в результате сцепления. Их будет больше всего. Их будет 45 и 45. А вот эти две гометы получились в результате кроссинговера. И мы получаем поэтому кроссоверных сейчас потомков. А-большое-А-маленькое-баленькое-баленькое-и-а-маленькое-баленькое-баленькое-баленькое-баленькое. Этих будет 5 и 5. Подпишем им фенотип. Этот будет красный, опушёный. Этот будет белый, не опушёный. Этот будет красный, не опушёный. Этот будет белый, опушёный. так все мы нашли потомство здесь и теперь мы перейдем к второму скрещивание в другом скрещивание это было первое пусть это будет второе в другом скрещивание с дигетерозиготным растением тоже дигетерозиготные растения красные с усиками то есть а большое маленькое с большое c маленькая красный усики проводим анализирующее скрещивание анализирующее скрещивание значит мы берем рецессивную гомозиготу а маленькая маленькая c маленькая c маленькая здесь какие получаются гаметы опять же чтобы написать гаметы у нас две гаметы образуются в результате сцепления две гаметы образуются в результате кроссинговера какие гаметы были сцеплены здесь про родителей этой дигетерозиготы ничего не сказали но здесь подробно расписали потомков так даже легче смотрим на тех потомков которые образовались в большинстве вот эти 40 и 40 значит 40 было красных с усиками еще 40 было белых без усиков без усиков в меньшинстве было 11 красных без усиков и 9 белых с усиками давайте даже прикинем примерно генотип который у них будет красный это будет а большая прочерк усики б большая прочерк белой не большая c большая c большая прочерк белый а маленькая маленькая без усиков c маленькая ци маленькой исходя из этого мы сразу можем понять какие гены сцеплены так как этих получилось большинстве то сцеплены будет а большая c большая и а маленькая c маленькая ну и дальше уже можем понять как произойдет крысинговер получится а большая c малая а малая c большая здесь только один тип гамет а малая c мало заполняем теперь генотипы а большая а малая c большая c малая а малая малая c малая цима мы уже нашли его генотип следующий кроссоверный потомок а большое а маленькая c малая c малая и а малая малая c большое c малая так мы нашли всех потомков во втором скрещивание запишите схемы скрещивания записали смотрите вы можете написать еще здесь пол некоторые специалисты рекомендуют так делать но у растений делать это не обязательно я так много раз делала на егэ мне баллы за это не снимали и действительно считаю что это странно как-то указывать пол мы же не знаем точно это женские женское растение или нет запишите схемы скрещиваний определите фенотипы генотипы родительских форм и потомство вот здесь мы не подписали фенотип и справляемся белый без усиков без усиков так это все есть определить и дальше последний вопрос вопрос года определите расстояние между генами а bc в марганидах и постройте по этим данным хромосомную карту расположение указанных генов вот и раз как считаем расстояние между генами процент кроссоверных особей равен расстоянию между генами в марганитах то есть один процент кроссинговера равно 1 марганите поэтому ваша задача высчитать какой процент здесь будет кроссоверных особей как мы это делаем первый вариант первый вариант берем всех кроссоверных особей считаем их количество 5 плюс 5 то есть все количество кроссоверов кроссоверных особей делить на количество всех особей и умножить на 100 если вы умножите на 100 процентов и ответ дадите в процентах вы найдете только процент кроссинговера если вы умножаете на 100 и не указывайте знак проценты то получается результаты в марганидах то есть вы мы берем количество осы кроссоверных особей 5 плюс 5 значит 10 в первом скрещивание делить на к все всех особей 45 45 90 плюс еще 10 100 умножить на 100 цифры вам дают очень удобно и что вы вот так делаете получается равно 10 марганит это расстояние тире расстояние между генами а и б теперь найдем расстояние между генами во втором скрещение тоже во втором скрещивание кроссоверных особей 11 плюс 9 это 20 суммарно 40 плюс 40 это 80 плюс 20 100 всего 100 особей умножить на 100 соточки сокращаются и получается 20 марганит это расстояние между генами а и c так все хорошо за на секунду задумался между генами а и c теперь когда вы знаете расстояние между этими генами вам нужно построить карту генетическую где указать расстояние между генами а бейцы между геном а и c расстояние 20 марганит марганит между геном а и б 10 марганит поэтому ген б может находиться либо здесь ген б и мы получаем здесь 10 марганит или второй вариант если здесь ген а здесь ген c между ними находится 20 марганит а ген б вообще вот в другую сторону 10 марганит и вы обязательно должны отразить два варианта потому что раньше подобные задачи были в 22 номере и там если не указывать несколько вариантов снижали балл однако если бы вам подсказали расстояние между геном b и c тогда бы вы смогли однозначно построить генетическую карту но в этой задачи таких данных нет поэтому у вас в ответе должно быть две таких схемы вот в общем то и все такая интересная задачка она не сложная она занимает не очень много времени я уверена что у вас все получится если есть вопросы вы что-то не поняли пишите под видео я вам с удовольствием отвечу и подскажу на этом все пока пока а